Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Снег идет, а все вокруг чего-то ждут или когда в Ульяновске начнут расчищать дороги. В школах продлили карантин. Сельские старосты из Ульяновской области станут советниками глав районов. Актеры ульяновской драмы устроили много шума из ничего. Зима в этом году самое что ни на есть настоящее снежное. Практически жители городов от снегопадов только страдают. И машину припарковать негде, и пройти сложно. И если расчистке главных городских магистралей уделяется большее внимание, то по дороге во дворах, частных секторах и внутри микрорайонов по остаточному принципу. В уборке разбирался Павел Половов. После очередных снежных осадков на городские улицы высыпают десятки единиц техники. Особый акцент дорожников на центральной магистрали. Вот и после последнего снегопада по поручению главы города Сергея Панчина работы велись на проспектах Нариманово, Гая, Ульяновском, улицах Минаева, Гончарова, 12 сентября, промышленной, Камышинской. Однако ульяновцы проживают не только вблизи этих улиц и проспектов. Поэтому работы по очистке продолжаются. Февральские метели заметают Ульяновской, хотя дорожники отчитываются о том, что магистрали центральной города будут вот-вот скоро очищены. Однако снег идет, и поэтому уборка снега пока выглядит как бесполезная возня. Расширение проезжей части дорог при помощи роторов запланировано на улицах Розы-Люксембург, Докучаева, Шолмова, Корунковой. Кроме того, выполнялось, выражаясь чиновничьим языком, подметание тротуаров, обработка пескосоляной смесью и противогололедными реагентами проезжей части. Жители не интересуют, сколько тонн пескосоляной смеси заготовила администрация города. Их не интересует, сколько протяженность дорог по городу. Их интересует, чтобы дорога от дома до детского сада или от дома до школы была простой и безопасной. Зима берет свое. Дороги стали уже, а тротуары, особенно в частном секторе, просто перестали существовать. Дороги скрываются за метровым слоем снега или за огромными снежными валами, которые строят тракторы. Местами невозможно не только разъехаться двум машинам, но и пешеходу с машиной разойтись. И все же отдельная тема – пешеходные переходы. Переход на Пушкинской не единственный. Таких неухоженных и опасных по городу много. Здесь пока еще никого не сбили. Это выход на пешеходный переход улицы Кролюницкого. Водителям не видно пешеходов, пешеходам не видно проезжающие машины. Однако магистраль не центральная. И, видимо, чистить ее нужно только по остаточному принципу. Конечно, через месяц-два мы забудем об этих громадных сугробах, ледяных тротуарах и узких улицах. Однако у большинства ульяновцев нет возможности переждать это время где-нибудь в Москве, где есть снегоплавильные установки. Чисткой улиц горожане недовольны. Не оставляет желать лучшего. В какой-то степени, может быть. Она и есть, но не всегда современная. Слабовато чистят. Заснеженности, проходимости нет. Говорят, что несколько единиц техники работают. Что-то не видно нигде ничего. Сегодня еще просто тает. Более-менее так. Ну, в остальном так себе. Битва городских коммунальщиков с февральскими метелями за городское пространство продолжается. Будем надеяться, что если не техника, то весна дойдет до каждого пешеходного перехода, каждого тротуара и каждой дороги. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В ульяновских школах продлили карантин до 26 февраля включительно. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ на территории всего региона увеличилась почти на 14%. Большая половина заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Также в школах ограничат проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. При этом карантин не повлияет на учебный процесс. По информации Министерства образования, внутренним документам школы регламентируется порядок выполнения образовательных программ самостоятельно или в дистанционном форме обучения. Все новое – это хорошо забытое старое. Относится это и к институту сельских старост. Выборное должностное лицо сельского общества появилось в Российской империи в далеком 1861 году. Тогда они выполняли совершенно другие функции – следили за состоянием дорог, порядком и за сбор взносов, что изменилось по прошествии столетий в нашем материале. В современной России о сельских старостах вспомнили в 2010 году. Изначально они выбирались и утверждались губернатором. А с внесением изменений в 31-й федеральный закон взаимодействие теперь происходит на муниципальном уровне. Сегодня в Ульяновской области насчитывается 500 старост. Для сравнения, в 2012 году их было меньше трех сотен. Главное предназначение старост – содействовать участию населения в осуществлении местного самоуправления. Планы на 2019 год вместе со старостами обсудил глава региона Сергей Морозов. На уровне муниципалитета должна быть создана районная ассоциация сельских старост. Туда придут все старосты всех населенных пунктов. Кроме того, должен быть избран председатель районной ассоциации, который будет входить в состав управления уже на уровне региона, там, где я очень часто встречаюсь. Это позволит решать инициативу и вопросы сельских жителей на уровне регионального правительства. Председатель районной ассоциации станет советником главы района. В этом году также увеличены ежемесячные выплаты старостам до 1000 рублей. По словам Министерства агропромышленного комплекса, сумма будет увеличиваться. Основные проблемы на селе, с которыми сталкиваются старосты – отсутствие газа, воды, уличного освещения и дорог. Ускорилась проблема и газификации населенного пункта. Она была, значит, в 2015 году завершена практически мое это и сейчас завершается уже. Газ в село пришел и частный сектор подключаем. Также улучшение дорожной сети населенного пункта. Сейчас обозначены и находятся в стадии решения проблемы с организацией строительственного модульного ФАПа на территории села. А чтобы старосты были более компетентны в подобных вопросах, для них создадут образовательный проект «Университет сельских старост», который включает в себя четыре блока образовательных и практических сессий в течение 2019 года. Одному из старейших учреждений образования автомеханическому техникуму исполнилось 75 лет. За годы существования в стенах СУЗа подготовлено около 30 тысяч специалистов для промышленных предприятий региона. Сейчас в Автомехе получают образование 600 человек. Обучение проходит по семи специальностям. Наиболее востребованные – механообработка, сварочное и литейное производство, машиностроение. 26 февраля в Ульянске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение перед сдачей реального ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Участникам будет предоставлена возможность пройти всю процедуру ЕГЭ. От рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Для участия в акции необходимо до 21 февраля подать заявление на почту Городского управления образования. Тестирование пройдет на базе школ номер 21, 72 и 82. Начало в 12.00. На протяжении многих лет спектакли по пьесам Шекспира были визитной карточкой Ульяновского драматического театра. В год театра в России артисты подготовили новый спектакль по пьесе «Много шума из ничего». К новой шекспировской истории Ульяновский драматический театр шел пять лет. В год театра первой премьерой на основной сцене стала комедия «Много шума из ничего». Режиссер постановки Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского молодежного театра, номинант премии «Золотая маска». Во время встреч с журналистами Даниил Безносов отметил, в его творческой биографии «Много шума из ничего» – это шестой спектакль по пьесам Шекспира. В моей жизни это будет шестой шекспир. Мне лично с этим драматуром не страшно встречаться. А то, что у театра есть недавно к нему любовь, это хорошая продолжение давнейшей традиции. Обращаться нет к шекспиру. Пьеса рассказывает о двух влюбленных парах. Сможет ли одна преодолеть вошедшую в поговорку расстояние от взаимной ненависти до любви, а вторая – не сделать роковой шаг от искренней любви к ненависти. То самое «ничего» из названия – сплетни, зависть, недопонимание – способны наделать много шума и так легко разрушить хрупкое счастье. Сценографию, костюмы и световую партитуру спектакля разработал московский театральный художник Михаил Кукушкин. Главных героев играют два состава молодых актеров. В спектакле также заняты заслуженные артисты России Виктор Чукин и Владимир Кустарников. Заслуженный артист Украины Андрей Бориславский. Заслуженный работник культуры Ульяновской области Фарида Каримова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Завтра, 20 февраля, в Ульяновской области ожидается снег. Днем столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин